МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ Новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Внутри города, особенно там, где старый город, где в пятиэтажке, в девятиэтажке нечего туда лезть. Правильно же? Есть частный сектор? Ну, есть частный сектор? Пожалуйста. Кустанайцы смогли задать вопросы Акиму области. Больше всего недовольств люди высказали по поводу точечной застройки города. Жители Кустаная жалуются на очень горячие батареи в своих квартирах. Что на это говорит КТЭК, расскажет Альяда Смагомбетова. Уже завтра Кустанайскую область накроет очередной циклом с сильным ветром. Но новогодняя ночь ожидается бессмежной. Татьяна Калюжина с подробностями. Жители Кустаная обеспокоены появлением и строительством новых жилых микрорайонов внутри областного центра. Об этом они говорили на встрече с главой региона. Кустанайцы просили остановить точечную застройку внутри уже существующих дворов и микрорайонов, обосновывая это нагрузкой на старые инженерные сети. Татьяна Калюжная расскажет подробности этой встречи. Больше всего вопросов от населения Акиму Кустанайской области касалось застройки областного центра. К примеру, жители улиц, где планируется разместить микрорайон Керемет, беспокоятся, что их дома будут сносить, чтобы разместить на их месте гособъекты. Кумар Аксакалов отметил, что при необходимости Акиман готов выкупать помещение для них и в новостройках. ПДП, который утверждается, предусматривает наличие социальных объектов. Детский сад, школа, поликлиника. Нам нужно строить не типовые детские сады, а надо строить на первых этажах домов, которые планируются за счет коммерческих застройщиков построить. Жители домов по Назарбаево-137-1 Кустаная просят Акима области поставить точку в их проблеме. Напомним, что вблизи их дома строился 11-этажный дом. В начале декабря на этой стройке упал башенный кран и погиб крановщик. Кустанайцы беспокоятся, что стройка возобновится. Представитель компании, он официально складываться, что строить не будет. Он и не может начать строительство, поскольку разрешение на строительство Акимат города не даст. Понимаете? Не будет выдано разрешение на строительство данного участка. А еще люди просили остановить точечную застройку областного центра. Они опасаются, что старые сети инфраструктуры не выдержат. Внутри города, особенно там, где старый город, где в пятиэтажке, в девятиэтажке нечего туда лезть. Правильно же? Есть частный сектор. Но есть частный сектор. Пожалуйста, если люди договорятся и готовы продать, но это их право. Жители областного центра рекомендуют главе области обратить внимание на лифты. В общей сложности в городе сейчас их не функционирует 38 из 390. Люди не могут отремонтировать их за свой счет, поэтому просят помочь. Глава региона дал поручение решить вопрос. Возможно, это будут бюджетные кредиты по низким ставкам. А еще Кустанайцы недовольны качеством связи и интернет, особенно в новых микрорайонах. Оператор должен обеспечить, коль он берет оплату, он должен обеспечить. Постоянно есть инспекция, которая все время моделирует, смотрит, контролирует работу, качественную работу, если есть хорошая связь. Если нет, то это фиксируются и штрафы. Будем штрафовать до тех пор, пока не появится хорошая связь. Жители поселка Дружба, которые относятся к областному центру, в очередной раз подняли вопрос, что их массив обслуживает только один автобусный маршрут. Это крайне неудобно. Они также просят построить им спортивный комплекс. Вопросы взяты на контроль, как и проблема с отоплением в новостройках микрорайона Юбилейный, где в последней холода в ряде домов были низкие температуры. Проблема, по мнению представителей КТЭК, не в котельной, а во внутренних сетях домов, которые завоздушены. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН. На невыносимую жару в своих квартирах жалуются кустанайцы. Как говорят люди, они попросту отапливают улицу, потому что постоянно открывают окна и не понимают, зачем нужны такие температуры в квартирах, когда на улице около нуля, если потом это все отразится в платежных квитанциях. Возможно ли подавать меньше тепла в такую погоду, выясняла Алия Дасмагомбетова. Столбик домашнего термометра в квартире у Лидии Покровской поднимается выше 30 градусов. Вот уже неделю пенсионерка из-за такой температуры жалуется на самочувствие. Поднимается не только температура в квартире, но и давление у женщины от жары высокое. Она неоднократно обращалась в КТЭК и обслуживающую ее дом-организацию. Но вот ответа, почему так жарко, не последовало. Зачем оно при нулевой температуре на улице, вот такая сумасшедшая жара. Мы, естественно, открываем окна. В ночь невозможно уснуть от жары. Окна открыты. Хоть из-бы закрытых дверях, там все равно поток свежего воздуха идет. Мы простываем, естественно. Очень тяжело сердечникам, астматикам при такой температуре. Ну, ПКСК говорит, что мы не имеем права туда лезть. Открывать окна женщине все-таки приходится. Другого способа снизить температуру в квартире нет. Подобная ситуация во многих домах Кустаная. В новостройках люди могут сами регулировать подачу тепла в квартиры. В старых домах такой возможности нет. В Кустанайской теплокомпании объясняют, что жар немного они убавили. Но на дома подаются зимние температуры. Подавать меньше они в этот период не рискуют. Мы нагреваем, допустим, температуру на улице сейчас минус 2, минус 7, может 0 сейчас. Держим температуру, допустим, плюс 50, ну грубо. Завтра шарат, ну, минус 35. Мы должны с плюс 50 градусов воды нагреть до плюс 70 за какое-то время. А это время, я сказал, 240 километров теплотрасс, там сколько тысяч кубов. Котлы у нас большие. И попробуй эту всю массу нагрей. И вот так каждый раз регулировать, это очень проблематично. Валерий Солодов отмечает, что понизить температуру сейчас – дело опасное. Предугадать погоду невозможно. А если сейчас подавать меньше тепла в дома кустанайцев и наступит мороз, последствия будут печальные. Поэтому жители города просят отнестись с пониманием. Основная сейчас работа по регулированию температуры в жилых домах ложится все-таки на ПКСК, на ОСИ, на ПТ, на все обслуживающие организации. В чем это заключается? Они должны в своих узлах управления регулировать подачу тепла, теплового носителя. Для этого имеется специальное оборудование, так называемое автоматическое, полуавтоматическое и ручная регулировка теплоносителя. Другими словами сказать, это запорная арматора. Если в подвалах домов такого оборудования нет, то обслуживающая компания может его приобрести и регулировать подачу тепла в доме самостоятельно. Ужас и Синжигитов Алияда Смагомбетова, РТН. Тем временем с нового года тариф на услуги КТЭК вырастет. Кустанайцы будут платить на 9% больше. Как сообщили в теплокомпании, с 1 января они повышают тарифы на свои услуги. Для населения он повысится на 430 тенге. Юридические лица будут платить на 1000 тенге больше. Для бюджетных организаций тариф станет выше сразу на 12% и станет дороже на 2500 тенге. К другим темам. Проходить дополнительных специалистов при медосмотре на получение водительских прав навязывали в некоторых медучреждениях Кустанайской области. Сотрудники агентства по делам госслужбы проверили поликлиники региона. Еще одно из частых нарушений – отказ в предоставлении консультаций по телефону. Кто оказался в списке нарушителей, расскажем в следующем сюжете. Под проверку агентства по делам госслужбы в этом году попали поликлиники Кустанайской области. Ведомства неоднократно обращались жители региона с жалобами на качество предоставления госуслуг в медучреждениях. К примеру, при прохождении медосмотра для доступа к управлению транспортным средством, кроме обязательных врачей, терапевта, лора, кулиста и психиатра, людям навязывали дополнительных специалистов. Фактически ряд поликлиник к этому списку добавляют еще и невропатолога, хирурга. Данные нарушения допускают такие поликлиники, как Узенкольская, Денисовская, Житогоринская. Данные поликлиники допускали данные нарушения. Чтобы их не было, чтобы исключить данную практику, нами было направлено письмо в управление здравоохранения Акимата Кустанайской области. По итогам предоставленной информации проведены соответствующие работы с учреждениями здравоохранения. В итоге сотрудника Денисовской районной больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. С остальными была приведена беседа. Но, несмотря на это, постконтроль показал, что в медучреждениях также продолжают нарушать правила медосмотров. По данным агентства, такие нарушения есть и в городских учреждениях, среди них и поликлиника номер 3. Законодательство предусматривает, что любой гражданин может обратиться за получением информации, и его необходимо консультировать, незамедлительно предоставлять информацию. Кроме того, данные правила, которые предусматривает предоставление справки о допуске к управлению транспортным средством, они также предполагают, что любой гражданин вправе обратиться за информацией в справочную службу услугодателя. Но ряд поликлиник, они отказывают предоставление информации, ссылаясь на необходимость личной явки. Такие нарушения были зафиксированы в городских больницах Лисаковска и Рудного, в Кустанайской поликлинике номер 2, а также в Денисовской и Кустанайской районных больницах. В агентстве отмечают, что если вдруг жители региона столкнулись с подобными нарушениями, они могут обратиться к ним в ведомство. В Кустанайской области растет заболеваемость вирусным гепатитом А или, как его называют в народе, болезнь Боткина. Число заболевших в этом году уже достигло 16, тогда как в прошлом году был зарегистрирован всего один случай. Специалисты отмечают, что заболеваемость в основном приходится на осень и держится на высоком уровне до весны. Какие первые симптомы болезни и как обезопасить себя, расскажут мои коллеги. Жители области стали больше болеть гепатитом А. Это инфекция, вызывающая воспаление печени. Обычно пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. В это время, как отмечают специалисты, иммунитет у людей ослаблен, поэтому риск заразиться увеличивается. За этот год в области отмечается значительный рост заболеваемости. Гепатит А был выявлен у 16 человек. Годом ранее был лишь один случай. Гепатит А – это разновидность гепатитов, которые передаются фекально-оральным путем передачи. То есть источником инфекции является больной человек. Единственной мерой профилактики является специфическая вакцинация. В Республике Казахстан вакцинация проводится детям за счет средств местного бюджета. Вакцинируются дети двукратно с интервалом 6 месяцев. Гепатит А также называют болезнью грязных рук, поэтому в предупреждении распространения болезни первое место занимает личная гигиена. Врачи отмечают, что начальные симптомы могут показаться банальной простудой. Сначала идет повышение температуры. Это 70-80% может быть температура. Это 38-39 градусов. Пациенты отмечают вялость, сонливость, отсутствие аппетита, может быть тошнота, рвота. Затем уже отмечается желтуха. Это кожа и склеры начинают желтеть. Боча темнеет и осветленный стул. Может быть также жидкий стул быть. И когда уже пациент желтеет, уже мы думаем о желтухе. Они уже обращаются. Сначала эта инфекция идет, как будто думают, что это ОРЗ. Продолжает в регионе расти цифра по заболеваемости кори. На сегодня уже выявлено 208 случаев. Большая часть заболевших – непривитые дети. Корь – это высококонтагиозное заболевание, которое поражает всех непривитых людей. Например, если в коллективе, в группе будет 10 непривитых человек, и один из них заболеет, то остальные 99% заболеют. Корь опасна своими осложнениями. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отмечают, что продолжается дополнительная иммунизация против кори детей от 6 до 11 месяцев и от 2 до 5 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Хамзан Урпиисов, Альяда Смагомбетова и Татьяна Калюжная, РТН. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате факта незаконного обращения с частями редких, запрещенных пользованию животных, на днях провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Костанайской области. Действовали они в рамках оперативно-профилактического мероприятия САЙГАК, проводимое в Казахстане. На выезде из областного центра на республиканской автодороге Екатеринбург-Алматы был остановлен восьмиместный автомобиль, в котором на этот раз ехал всего один пассажир. В ходе осмотра автомобиля в багажном отделении обнаружили три дорожные сумки, принадлежащие 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья. В сумках находилось 916 дереватов в виде рогов САЙГИ и денежные средства в сумме около 7,5 миллионов тенге. Говорит всего слов, что он закупал эти рога. Соответственно, он не признается, что, возможно, он сам добывал эти рога. Кроме этого вопроса, сейчас полиция выясняет, куда направлялся обладатель рогов редкого животного. Сам он, по словам сотрудников УБОП, говорит, что приобрел их для себя. Выясняют полицейские и то, как долго собиралась данная партия дереватов. Данные рога, возможно, были заморожены, потому что их, когда замораживают, они останятся очень долго и выглядят как рыжие. То есть не видно, что они прошлогодние, допустим, или экспертизы можно показать, да. В соответствующих экспертиз назначен целый комплекс. Например, выясняется, не были ли обнаружены у владельца рогов деньги, нажиты преступным путем. По данному факту началось судебное расследование по части 3 статьи 339 в ООН Кольской республике Казахстан. Это незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными использованием видами растений или животных, их частями или дереватами. Предположительно, правонарушитель в данном случае нанес государству ущерб на сумму около 2 миллиардов тенге. Подозреваемый заключен в следственный изолятор. Виталий Луговской, Валерия Зиновьева, РТН. Аварийно-ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты все еще продолжаются в Кустанайской области. Напомним, без света в результате прошедшего в регионе Бурана остались более сотни поселков. О том, сколько их еще предстоит подключить энергетикам, как непогода повлияла на аварийность на кустанайских трассах и о том, какой ущерб почти за год нанесли казахстанцам интернет-мошенники. В нашей рубрике «Коротко». Более 90 человек в составе 14 бригад на трех десятках единиц техники, по данным Акимата Кустанайской области, два дня ремонтировали электросети региона. С 26 декабря вследствие разбушевавшегося Бурана, включенными от электроэнергии, оказались почти 14,5 тысяч абонентов в 119 населенных пунктах, в 13 районах и в двух городах. Через сутки это количество сократилось до 49 поселков, а позже до 33. Сегодня ремонт электросети ввелся в семи районах – Латенцаринском, Оликольском, Камыстинском, Карасузском, Кустанайском, Сырокольском и Узункольском. И, как сообщил Акимат Кустанайской области, по состоянию на 16 часов 28 декабря все населенные пункты региона подключены к электроснабжению. Повлияло ненасти на уровень аварийности на дорогах региона. По данным полиции, вне погоды только на территории Кустаная 26 декабря произошло 49 аварий, в том числе две массовых. По уточненным данным, 9 автомобилей столкнулись на въезде в город на проспекте Абая и 4 на улице Данинбаевой. К счастью, во всех случаях, как выяснилось, никто не пострадал. Полицейские отмечают, что несмотря на заблаговариванные их предупреждения и последующие перекрытия дорог, многие водители все же выехали. И в результате оказались в снежном плену в условиях нулевой видимости. Кстати, одного водителя, проехавшего мобильный пост, полицейские задержали и привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника правоохранительного органа. Его поместили в комнату временного задержания районного отдела полиции. Сотрудники областного полицейского департамента призывают водителей не игнорировать сообщения о перекрытии дорог. Количество интернет-мошенничек за последние 7 лет выросло в Казахстане в 10 раз. С 2 до 20 тысяч преступлений. В этом году аферисты, по данным МВД, причинили казахстанцам ущерб на сумму более 17,5 миллиардов тенге. Противодействие кибрепреступности, сообщает Министерство, является одной из наиболее актуальных задач. За год к полицейским и к уголовной ответственности привлечено более 800 лиц, совершивших более 3000 интернет-мошенничеств. Заблокировано свыше 43 миллионов звонков. Кроме того, с 15 ноября запущена система определения и блокирования международных звонков на стационарные городские телефоны жителей Казахстана, которая уже прервала более 270 тысяч соединений. Какая погода ждет кустанайцев в новогоднюю ночь? Синоптики пока прогнозируют ее не сильно морозной и без серьезного снегопада. Вот только и этот прогноз отмечают они неточный. И все потому, что на территорию региона заходит обширный циклон, который принесет нам череду метелей, снег и даже понижение температуры. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. В Кустанайскую область заходит очередной циклон, причем он довольно обширный, отмечают синоптики. Захватывают территорию от Атлантики до Западной Сипири и распространяется на весь Казахстан. Он уже принесет с собой серию циклонов, один из которых будет ощущаться у нас уже завтра, 29 декабря. С ними погода будет ухудшаться, осадки смешанного характера. Снег, дождь, гололед, усиление ветра, значит и метели будут. Тут ветер ждем опять сильный, 23-28, но это пока предварительно. Сегодня еще будем думать, может быть и 30 напишем. Температура воздуха в это время будет минус 2-7 градусов. Однако уже после прохождения циклона на 30 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Ночью минус 10, минус 15, днем 0, минус 5. Осадки, отмечают синоптики, тоже будут, но умеренные и лишь местами по области. 31-е на первую самую новогоднюю ночь ожидается, в принципе, без осадков. Без осадков и такая умеренно морозная погода, вот в пределах, значит, 10-15 морозов. Но уже в утренние часы и первого числа очередной циклон. Опять очередной циклон, опять осадки, опять метели и повышение температуры. В общем, такая неустойчивость. Ну, пока я говорю, точно не могу, но где-то так, в пределах 2-7, наверное, морозов. Причем синоптики добавляют, что и этот прогноз может измениться. Дело в том, что все идущие на наш регион циклоны очень быстро смещающиеся. И предугадать их поведение очень сложно. Первая неделя Нового года тоже полна метели, снегопадов. Вообще, январь прогнозируется специалистами теплее нормы на 2 градуса. Осадков тоже будет больше. В последний буран, который прошел у нас во вторник, кстати, выпала почти двухмесячная норма осадков. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН. Частушки и песни под баян – загадки и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Сегодня в двух маршрутных автобусах Кустаная артисты Дворца культуры «Мирас» провели необычную развлекательную программу. Цель которой – поднять людям настроение и подарить им в этот день немного волшебства и новогоднего чуда. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. С Новым Годом поздравляем! Новогодний сел привет! И от всей души желаем Новый Год пожить без веков! С Новым Годом, друзья! Музыкант Николай Берлимов до сегодняшнего дня вспомнил весь свой репертуар новогодних песен и частушек. Ведь ему в помощь не будет никаких записей фонограмм. Сегодня для его слушателей, а это пассажиры автобусного маршрута номер 103, только живой звук. Наша цель – подарить людям праздник, хорошее настроение, чтобы все были счастливы и довольны. Мы хотим поднять настроение пассажирам, подарить праздник, чтобы они поучаствовали в наших конкурсах, поотвечали на вопросы, чтобы все почувствовали атмосферу праздника и радости. За атмосферу и праздничное настроение отвечали главные волшебные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Дорогие кустанайцы и жители, и гости нашего города, поздравляем вас с наступающим новым 2024 годом Дракона. Мы желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, исполнения всех самых заветных желаний, улыбок, мира, благополучия и процветания. Пусть уходящий год заберет все тревоги. Дед Мороз и Снегурочка старались, и хотя передвигаться по движущемуся автобусу нелегко, все равно из образов новогодних персонажей не выходят. Главное для них, чтобы сказка хоть и на время, но продолжалась. В лесу родилась, в лесу она росла, зимой и лето стройная, зеленая была. Самые активные пассажиры общественного транспорта, которые прочитали стихи или спели песни, получили сладкие подарки. И возраст поющего или читающего здесь не имел значения. А еще пассажиры очень активно участвовали в викторинах, разгадывали загадки и сами с удовольствием подпевали новогодние гидбригаде. Очень праздничное, веселое настроение. Всем здоровья, на Новый год, счастья, мирного неба. Классно, развеселиво. Думаю, всем сегодня подняло настроение. А новогодние отбросы работе соли? Да, конечно, с Дед Морозом. Вообще замечательный народ, прям порадовали. С наступающим поздравляют хоть. Дед Мороз, Снегурочка. Стараются, молодцы. И детям приятно, и взрослым приятно. Артисты из Дома культуры Мирас сегодня отработали на двух автобусных маршрутах – 103 и 11. Говорят, старались охватить самые протяженные, чтобы как можно больше кустанайцев смогли ощутить преновогоднюю атмосферу. Спеть любимые новогодние песни и немного отвлечься от повседневных хлопот. Алексей Краснов, Альяна Десмагомбетова, Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.